здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу показать вам одну из самых простых техника рисования жидкостным акреликом которая практически ну показывает все которые показывать все люди занимаешься это видом живописи это как мы говорим на английском полин кап липка и самая простая собственно то чего мы начинали с ленечка с моим внуком и я на этот раз использовала практически растворитель деку арт компания деку арт и и же краски деку арт потому что принципе компания создают краски соответствии с своими растворителями и если смешивать с другими мы можем получить другой эффект но я никогда не использовала этот растворитель но как бы соло я попробовала использовать но что-то мне не понравилось и вот я решила попробовать именно с краском этой компании посмотреть как они будут реагировать с этим растворителем и вот такой набор красок у меня есть небольшие пузырьки я стараюсь как бы не хочу использовать спирт для их удаления или же они поднимаются если помешать она уходит это не самый худший вариант теперь я наверно дам немножечко силикона просто мне интересно как будет реагировать вот не просто интересно эксперимент как говорится и начнем формировать нашу кружечку краски по консистенции они ну как бы скажем жидкая сметана но не совсем жидкие чем больше растекаются краски тем принципе можете получить меньше контрастности и не знаю я хочу попробовать в таком вот варианте вот теперь я буду формировать свою чашечку я наверно начну немножко с белой краски оставим наверх как что я так составлю я вижу что гусни довольно быстро гусни довольно быстро но ничего не поделаешь каждому растворителю привыкаешь оставляя немножко всегда чтобы подправить можно делать комбинацию любую то есть красок любую комбинацию краска чуть гуще получилось и фактически создал вот такую такую смесь желательно не слишком и мешать потому что краски ну как бы может смешиваться и давать совершенно другой цвет этого рекомендуется в общем очень осторожно некоторые вообще не рекомендуют мешать и собственно говоря вот механизм какой вы берете полотно вы прикладываете и переворачиваете даете немножко постоять вот не спешите резко забирать вот можно по краю чтобы было лучше растекаемость так ну теперь именно это заберете чтобы не мешало нам ну и теперь значит не рекомендуется поднимать быстро не рекомендуется поднимать как бы медленно как-то у нас и вот смотрите какой у нас эффект сразу видите то есть такой у нас эффект что неплохо есть очень интересный эффект и рассказала хорошие краски и вот начинаем работать с углами вот теперь заполняем углы у нас уже открывается клеточки как видите вот вот сюда 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 теперь сюда теперь сюда вы можете ну как движение могут быть разными то есть не обязательно такие как я показываю то есть разные движения вот мне нужно сюда немножечко на этот угол краски хорошо растекается вот если даже что-то тут не получается можно немножко подправить и вот здесь мы закроем этот белый угол тоже нам он не нужен вот и теперь мы немножечко поиграемся чтобы вернуть синий вот практически тут у нас немножечко белые вот практически какой интересный результат это еще не конец что мы можем сделать сейчас я вытру руки мы можем немножечко подогреть попробовать открыть видите сразу открывается сразу открывается сразу открывается мелкие вот видите здесь вот здесь у нас получается как бы слишком такое поэтому мы можем здесь поработать немножко дополнить например и значит можем дополнить немножко вот тут сейчас мы над этим поработаем можно делать вот я поэтому хочу взять попробовать соломинку или просто сейчас мы попробуем горячим немножечко сейчас мы попробуем горячим немножечко помешало скажем чтобы нам не мешало если немножечко не нравится поработаем здесь немножечко потому что эта сторона получилась неплохо эта сторона получилась чуть хуже но в принципе мы еще можем поработать немножко вот и сейчас еще немножечко доработаем с тем углом я не хочу чтобы были резкие пятна поэтому в принципе я немножко поправляю раздуваем чтобы меньше и стараюсь открыть здесь очень мало у нас получилось краски в принципе мы можем поправить мы можем поправить немножечко пока она еще не засохла мы можем немножечко расправить наши клеточки вот как-то вот-вот что-то в этом роде это уже лучше нету такого слишком голубого пятна нужно ли немножко такие вот пятна в принципе эта часть очень красивая эта часть очень красивая вот смотрите видите и в принципе получилось я считаю неплохо то есть получилось у нас неплохо сейчас опять немножечко и даже у нас вот появляются уже фиолетовые клетки что супер сейчас мы подсушим еще чуть-чуть чтобы выделить все вот эти красивые можно использовать точно вот сразу когда нагревание приводит к тому что силикон позволяет нагреться и приподнять вот это вот такая у нас картина вот сейчас пусть она сохнет потихоньку я думаю лишнее вот это можно немножечко убрать как бы но в то же время мне не очень хочется туда лезть смесь что у нас образовалась может так вот еще вот это у нас смесь есть чуть-чуть можно ее по краям дать вот вот и тут можно это смесь да вот смотрите какая красивая у нас кружечка получилась да самое интересное что я хочу вам сказать вот я забыла вам показать сейчас немножечко мы вот это поправим все осте я думаю что больше ничего мы не будем сюда добавлять пусть будет как есть посмотрим что получится дальше как еще поднимутся вот эти клеточки Я считаю, что это вполне интересная получилась композиция. И, в принципе, мне понравился результат. Мне понравился результат, потому что я вижу, как работают вот эти краски именно с этим растворителем. С другим, возможно, они не дадут такой картины, поэтому можно пробовать работать с этим. Да, и что я хотела вам показать, еще интересный момент. И вот, когда высыхает эта краска, ее можно сдирать и можно получать вот такие симпатичные штучки. Кстати, вот эти можно даже использовать для кулонов, например. Посмотрите, какие интересные штучки. Их можно использовать для кулонов. То есть, можно делать какие-то там для украшений, например. Чего только не хочешь. Можно вставлять элементы, если захочешь. В общем, такие вот дела. Я довольна сегодня работой. И вижу, что пузырьков нету. Все отлично. Клеточки продолжают расти, появляться. Значит, супер. Значит, в принципе, это неплохая комбинация. До следующих встреч. Если вам понравилось, следите дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»